так всем привет отлично мы начинаем начинаем 38 урок у нас уже вообще прям просто шестую главу мы сегодня будем именно без вступления без предисловий а то уходим вчера вообще не до значит всем привет пока все собираются это расскажу то что обещал урок назад про яровама и реховама как как яровам он 10 колен всем доброе утро всем привет вот шага система да вот договорились 10 утра начать урок сейчас же начало 100 уже сразу 10 человек все готовы жду то есть системность это страшная сила это огромная невероятная страшная сила системность которая помогает которая помогает вот резко увеличивать результаты это известнейшая история про арабиативу который в 40 лет начал учить тору и до этого у него не получалось а потом он шел гулял и он увидел как вода капает на камень вода капает на камень и значит когда вода капала на камень она делала дырку в камне и рабиатива увидел как дырку в камне и он сказал все не может такого быть чтобы тора не зашла ко мне в голову не может быть это нереально значит просто нужно системно учиться и он сел со своим сыном в хедер и начал учить с нуля алиф бет диммл далит прошел первый круг второй круг и когда он создал вот эту вот основу дальше его поперло и он стал самым главным мудрецом в народе израиля и все то есть системность это вообще невероятная сила все отлично значит будем стараться завтра к сожалению уезжаю в это время как раз буду в самолет садиться и там проведет урок у этана есть тоже вот это да мы каждый день занимаемся он каждый день учится у него есть вообще удивительные всякие вещи он знает и значит когда меня нету значит будет это но не помешли по чему-то другому да то что ему близко у него есть по отношениям разные по то ну вообще перте вот можно учить да все когда я буду значит хорошо значит я до рассказываю историю про ярова стал царем на десятью коленами и он боясь что он сейчас потеряет потеряет царство он поставил идолов в дании и бершеве поставил двух идолов и он поставил золотых тельцов то есть золотой золотые тельцы именно это было начиная от вот исхода из египта и дальше это был основной идол который еврейский народ все время на него переходил что это за идол это где встреча золотой телец кто знает телец уолл страть вong стрит в огновый great сутками да это огромная материальная материальная грешка на да вот это вот материальная материальность это главный золотой телец который от отводит от бога то есть она и раван сказал что парни мы должны поклоняться природе природа а бык на то время это было лицетворение природе и главное чтобы были деньги чтобы был урожай те все значит через быка мы все получим. И это была вот главная их ошибка. Он установил, сделал коинов своих, которые то есть все как бы внешне было похоже, но золотому тельцу молились. Значит, и Бог к нему приходит во сне, и говорит ему, и Раван говорит, вернись, сделай шуву, и я, и ты, и царь Давид вместе будем гулять в раю. То есть, тот, кто делает шуву, шува это как нажать кнопку reset, вернуться к заводским установкам. Тот, кто делает шуву, он сразу становится цариком. Причем написано, что то место, где стоят те, кто сделали шуву в раю, царики на нем не могут стоять. Почему? Это очень сложно, это реально сложно. То есть, это настолько тяжелее, чем просто родиться цариком, когда тебя ничего не тревожит, ничего тебя не волнует. А ты делал грех, и обычно же грех, он притягательный, он притягательный, он приятный. И тут, в общем, поэтому Бог ему говорит, я, ты и царь Давид. И тут Яровам задает ему вопрос, кто будет первым идти? Ми Берош, кто в начале? Ну, значит, Бог ему говорит, Бенешай Берош, сын Ишая, царь Давид будет во главе, он круче, чем ты, он сделал шуву. Но первый-то раз, смотрите, царь Давид, в чем его было величие? Он сделал шуву. У него было, он ошибся там, он попросил Бога испытаний, Бог ему дал испытания, он в этом испытании там очень сложно прошел, не прошел, это есть вопрос. Но потом, как только к нему пришел пророк Натан и сказал ему, ты согрешил, он тут же не начал доказывать, да не я не знал, он говорил, все, я согрешил, и хатателефанейха, согрешил я перед тобой, и он начал делать шуву сразу. Это был царь Давид, и мы от него учим вот это вот раскаяние. А Яровам, ему Бог говорит, сделает шуву, и я, ты, ты на первом месте, и царь Давид, будете, будем вместе идти по в раю. А он говорит, кто в начале? Так Бог ему уже сказал, кто в начале? Ты в начале. И вот тут мудрецы пытаются объяснить все, в чем была суть второго вопроса Яровама. Ему Бог уже сказал, я, ты, царь Давид. Почему он спрашивает, кто в начале? И когда он спросил, кто в начале, Бог говорит ему уже в другом порядке. Царь Давид в начале. То есть, в чем тут прикол? Значит, мне больше всего запомнилось одно объяснение, сказал его Сабами Навардак. Был такой великий мудрец, дедушка из Навардака, город, который, ну вот жил он, он, кстати, умер в Тиве, где-то в 20-х годах этого века, прошлого века, и перезахоронен в 60-е годы. Это там уникальный случай, когда делали на стадион на еврейском кладбище, это не уникальный случай, к сожалению. Но то, что ему в 60-е годы разрешили его могилу перенести в Израиль, единственного, это уникальный случай. Его в 60-е годы через Париж его тело перезахоронили в Израиле, то есть, у него есть огромные заслуги, значит, перед Богом. Это объяснение на Мишну в Пертьявод, что тот, кто, а Мехабет это Турак, тот, кто почитает Тору, его тело будет почитаемо созданиями, потому что другого объяснения, почему его тело разрешили вывезти, в советские власти, коммунисты разрешили его вывезти через Париж и в Израиле он похоронен на Араменухо, другого объяснения нет. Это просто Мишна сработала в Пертьявод. Это уникальность. Так вот, Саба Миновардак так объяснял вопрос Иеравама. Иеравам говорит царю Давиду, Богу, кто во главе, это был вопрос, ну, часть была как бы пропущена, да, его вопроса. Он говорит, я сделаю шву, я идолову беру, я сделаю, ну, то есть, все, я действительно сделаю шву, погорячился, да, то есть, понятно, что ты мне дал это царство. Иераваму сказал пророк, что он будет царем, когда он был беглым рабом, который убегал в Египет, то есть, и ему пророк сказал, вот, он пророк порвал свой плащ, десять частей сказал, то есть, он понимал, что все от Бога, так какой золотой телец? Ему Бог говорит, что ты делаешь-то? Он говорит, хорошо, я вернусь, я сделаю шву, но, если я не пойду в Иерусалим, в Иерусалимском храме, было место для одного царя, и на Песах, Суккот и Шавот, три праздника, нужно было заходить в Иерусалимский храм, ну, то есть, все евреи поднимались в Иерусалимский храм, и там была, ну, и там есть место для одного царя, а царь Рихавам над Ягудой, над Иудеей, то есть, он царь, Рихавам, сын царя Шлумо, потомок царя Давида, а Яравам, он из колена Ефраема, он потомок Иосефа, то есть, вот это вот, было как, изначально между братьями, была как такая напряженность война, Иосеф, которого продали в Египет, он был от Якова, от любимой жены Рахели, он был старшим сыном, и, в принципе, Яков хотел, чтобы был, был, Юсеф был его первенцем, да, то есть, он хотел жениться изначально только на Рахели, он не хотел на Леи жениться, потом у Леи, ну, ему пришлось, мы знаем эту историю, как это все было, вот так вот все было запутано, то есть, вообще, в Ресе народ, уникальнейший, удивительный народ, у которого все изначально шло не вот так, а Яков, вот так вот, вот так вот, вот так вот, да, то есть, у Авраама рождается сын первый Ишмаэль, а значит, он выгоняет Агарь, рождается Эцхак, то есть, Ишмаэль, он до сих пор нас ненавидит, двоюродные братья наши, они говорят, за что, почему нас выгнали, да, ведь мы тоже от Авраама, Авраам узнал Бога, Авраам Ишмаэля любил, они говорят, почему первенца отдали Эцхаку, Бог сказал, то есть, Авраам, ну, а кому Бог сказал? Саре сказал, Сара сказала, выгони ее, Бог сказал Аврааму, слушай, что Сара тебе сказала, значит, а до этого Сара сама же сказала ему, Аврааму, женись на Агаре, и Сара сама ее привела за руку, хотя Бог пообещал Аврааму, что у него будут дети, обещания Бога исполняются, если бы Сара этого не сделала, все равно был бы Эцхак, ну, чистая логика, Бог обещал, что у него будут дети, да, значит, он бы выполнил, И если бы Сара этого не сделала, ну, не привела бы Агарь, то все равно были бы дети. Как тут ни крути. Возможно, это был какой-то тикун для Сары, потому что у Сары не могло быть детей. У Авраама мы знаем, что у него от Агарьи сразу появился Ишмаэль, потом от Сары появился Ицхак, потом, когда умерла Сара, он еще раз женился, у него еще было шестеро детей, хотя ему уже было далеко за сто лет. То есть, может, это какой-то был тикун для Сары, ну, не знаю. Но по факту, изначально, первый сын был Ишмаэль, убрали. У Ицхака старший сын был Исав, младший Яков. Яков покупает первородство у Исава, потом берет благословение у Ицхака, который хотел благословить Исава. Вот так вот все, да? Исав кричит, ты меня дважды обманул, дважды ты меня обошел. Один раз купил первородство и сказал, что тебе нужна только духовное благословение. Да, первородство это духовное благословение. А второй раз ты забираешь благословение, что ты будешь власть над всеми народами, власть и деньги. Что за история такая, да? Дальше у Якова он хочет жениться на Рахеле, ему подсовывают Лею. Ну, в общем, все очень запутано. И поэтому в еврейском народе эта вот запутанность, эта двойственность, она идет во всех поколениях, да? Это самая такая серьезная сложность. И как раз в этом поколении Яравам и Рахавам, она еще раз проявилась. Яравам, это 10 колен Израиль, которые идут потом к Иосефа. Ну, ими правят потом к Иосефа. У Иосефа был знак бык. Он был премьер-министр в Египте. Он был, ну, управлял материальным миром. У двух колен, это Иуда, там была колена Иуды. И там же были левиты, потому что левиты служили в храме. Левиты, коины, они это, это чистая духовность. Это то, что уже чистая духовность. Это было два вот этих колена. Но у них не было денег, они были такие, ну, каменистая местность, Иерусалим, горы, храм, вот это, Хеврон. Все очень такое, не для этого мира, да? И вот они сталкиваются, и Бог говорит этому Яраваму, слушай, сделай шуву. Сделай шуву, я, ты и Бенешай будем гулять. Почему? Если бы он сделал полную шуву, он был бы выше, чем царь Давид. Потому что ему сложно сделать шуву. Ему сложно сделать раскаяние. У него все, все хорошо. Тут он быков поставил. Ну, то есть, он как бы, служить идолам, это все равно знать, что есть Бог. Бог, только знать, что в тебе есть божественные, как бы, божественное проявление. И служить идолам, это не служить идолам. Это значит заставить идолов служить себе. То есть, это взять управление через колдовство, через мадию. И сказать Богу, ты знаешь, я знаю, что этот мир создал ты. Я знаю, что ты создал законы, как им управлять. Я знаю, что я должен делать то, что я должен делать. Только я это делать не буду, а я буду сам нажимать на вот эти кнопочки, я буду служить, не служить, идолам. Служба, это как бы работа, переводится на иврите. Я буду делать специальную работу, я буду мир менять так, как я хочу. А что я потеряю? Да, я потеряю вечную жизнь. Ну, хорошо. Значит, это для меня не важно. Это вот то, что, как бы, думают такие крутые идолопоклонники. То есть, те, которые знают. Маги, такие силы зла, которые знают, как это работает. В основном, люди идолопоклонники левые такие, да, то есть, они, ну, просто они что-то делают, не понимают, что они делают. Но настоящие идолопоклонники, они знали про Бога, и они осознанно шли против Бога. И вот Бог говорит этому Яроваму, который стал осознанный идолопоклонник, он знал про Бога. Он ему говорит, вернись, сделай шуву, и ты будешь на первом месте. Он говорит, а если я сделаю пол шувы? Я сделаю пол шувы, то есть, я идолову беру, все уберу, но в храм я не пойду. Я не пойду в храм, потому что мне стоять рядом с царем Израиля, ну, то есть, рядом с Рехавамом мне стоять, это выше моих сил. То есть, я, ну, на все готов, но именно, ну, вот, как бы убрать свою гордость я не готов. В этом случае что? Он говорит, в этом случае это шува, ты цадик, но царь Давид будет круче. И он говорит, тогда я не согласен. И тут вообще мне непонятно тогда. То есть, это объяснение было сабами наварда. И он сказал, я не согласен, продолжал служить идолом. То есть, есть еще несколько объяснений, но мы сейчас не будем туда уходить. Давайте лучше. Это все философия. А у нас, у каждого из нас есть личная жизненная ситуация, в которой мы находимся. И в этой личной жизненной ситуации есть, у каждого из нас есть выбор, как поступить, какое принять решение, на что обратить внимание. И вот мы изучаем Мишли, почему мы изучаем притчи царя Соломона, потому что царь Соломон, он разобрался полностью, как работает жизнь, и дал нам конкретные, абсолютно конкретнейшие, простые указания, что делать день в день. Вот сегодня, завтра, с друзьями, с работой, со всем. И вот мы пришли к, опять вернулись мы, шестая глава, девятый отрывок. Значит, мы говорили в восьмом отрывке, закончили, что муравей, мы должны учиться у муравья. Муравей, он работяга такой, он работает, работает, собирает, собирает, работает. То есть, он все время собирает, готовится, он готовится. И мы должны, как муравей, собирать себе вот эту вот духовную работу, заповеди, митцво, тору, должны себе собирать, как муравей. Дальше он говорит нам, а что будет нам мешать в этой работе, да? Девятый отрывок. Отмотай, ацельте шкаф. Говорит он нам, до каких пор, ацель это ленивец, до каких пор ленивец ты будешь лежать. Мотай таку мишнатеха, когда ты встанешь от своего сна. Значит, здесь он нам говорит, две стадии есть. Вот есть ленивец, да, человек ленивый, который, который, ленивый это, который не двигается. И он вначале, он спит. А потом, когда он проснулся, надо же еще ему встать. Это для него вторая сложность. То есть он вначале проснуться не может, а потом, когда он проснулся, он встать не может. И интересно, что я знаю от этих людей, они реально спят по 12 часов, по 14, они не могут встать. Они реально, вот он просто ленивец такой, просто лежит в кровати и спит. И потом он, когда проснулся, ему надо бы встать, а он не может встать. И он опять лежит. И потом он опять засыпает. И потом он опять спит. Так царь Соломон обращается к этим людям, говорит, до каких пор ты будешь лежать, да? Что, десятый отрывок, десятый отрывок, он ему говорит, матшенот, чуть-чуть сна. Вот как, почему он лежит дальше? Он же лежит дальше, он же не говорит, что будет целый день лежать. Он говорит, чуть-чуть еще. Он себе говорит, чуть-чуть сна. Мэ ад нумот. Потом он проснулся, он уже не спит. Но он говорит, еще немного подремлю. Немного, немного подремлю. Дальше. Мат хибук ядаем лишков. А потом просто полежу, он говорит. Ну просто я полежу. Он уже не дремлет, но он уже... То есть идет вот это вот зло, оно человека съедает постепенно. Лень, оно человека съедает постепенно. Есть известная притча, как лягушка, которая лежала в воде, которая постепенно нагревалась. Она сгорела, она не замечала, идет подогрев. Если бы она резко нагревалась вода, то выскочила. Здесь интересно, что зло, зло мягкое, страшнее, Тора нам говорит, чем зло открытое. Что имеется в виду? Есть в перте вот такая мечна, что архекми шахенра, отдались от плохого соседа. То есть нужно от него удалиться. В альти тхаберли раша, и не присоединяйся к злодею. В альти тяешмон минапуранут. И тебе не придется раскаиваться потом от расплаты. Значит, злодей это явное зло, и к нему запрещено присоединяться даже в хороших делах. То есть это очень важно, люди часто ошибаются. У меня есть принцип, я не работаю с нерелигиозными людьми, с людьми, которые идут против Бога. Я принципиально не работаю. Почему? Я знаю, что даже в хорошем деле, вроде мы с ним делаем небольшое партнерство, а ему придет раздача. И написано, что ему придет раздача, и тем всем, кто рядом с ним придет раздача. То есть я принципиально не работаю с людьми, которые против Бога, нерелигиозны. Все, это моя жизненная позиция, исходя именно из этого. Теперь, но отдались от плохого соседа. Плохой сосед это не злодей. Он просто там соблюдает, но там не очень, он как-то себя ведет. У нас в Израиле есть сосед, есть сосед. Он такой композитор, такой дедушка лет 75, интеллигентный такой, все. Но он не соблюдает ничего, вообще ничего не соблюдает. Но он в субботу ходит в синагогу, на урок Торы, он говорит, я люблю еврейскую традицию, послушать. Но на молитву никогда не остается, шаббат не соблюдает, все. То есть он хороший человек, да, и в этом и проблема, потому что дети, ну вот, например, дети, жена там, могут увидеть, а вот какой прекрасный человек, он там, ну, очень хороший, очень добрый, но ничего не соблюдает. И они подумают, что можно быть хорошим человеком, еще и жить хорошо, и не соблюдать при этом заповеди. И такое зло мягкое, да, оно страшнее, потому что оно, как сказать, если у человека, мы знаем, что у него там спит какой-нибудь, или холера, там, или чума, так мы к нему не приближаемся, да. То есть понятно, что каждый боится заразиться. Если у него грипп, он чихает, ну ладно, там чихает, чихает. То есть вероятность того, что заразиться от легкой болезни, она в тысячи раз больше, чем вероятность заразиться от тяжелой болезни. Понятно, да? Поэтому, поэтому зло, которое по чуть-чуть, вот эта лень, которая распространяется медленно, она страшнее. Одиннадцатый отрывок, и к чему это все приводит? Уба кимаалех рашеха, и придет, как прохожий бедность. Умахсархо кейиш маген, и недостаток придет, как человек маген, это такой вооруженный, вооруженный. Значит, он говорит, смотри, лень поспать, ничего плохого. И вроде бы и полежать потом ничего плохого, и подремать ничего плохого, и шахарит проспать ничего страшного, и работать в полсилы. Все это вроде бы ничего страшного. Но последствия всего этого, они страшны. И последствия тоже приходят постепенно. Вначале приходит бедность. Но бедность это как бы нормально, но не богатство. Избытка нету, но еще все нормально. А потом приходит недостаток, когда у тебя вообще не хватает. И это приходит во всех сферах. В деньгах, например. Человек, который не думает о том, что ему нужно постоянно развиваться в профессиональном плане. Постоянно выдавать. То есть, есть много там тренировок. Ну, я хорошо знаю свою профессию. Есть люди, которые вот они на каком-то этапе, у них все нормально, и они прекращали расти. Проходит год, все, их уже никто не знает, забыли. То есть, есть одна возможность. Все время, если ты растешь, развиваешься. Но расти, развиваться, это все идет через дискомфорт. А люди не любят дискомфорт. Особенно, когда ты уже дошел до какой-то ступени легкого комфорта. Ты думаешь, ну, чего мне дальше напрягаться. А этот мир, он не создан для отдыха. Это главный такой закон и факт, что Бог, когда сотворил человека, он сказал. Вот я тебя в этом мире сажу обрабатывать землю. Да, сохранять и обрабатывать землю. Это еще было в раю даже. Даже в раю он ему сказал, что ты здесь на работе. А потом, когда человек согрешил, он ему сказал, все, говорит, в поте лица будешь есть твой хлеб. Это проклятие. Женщину он вообще там по полной проклял. Девять проклятий женщине, одно проклятие мужчине, когда они пошли против Бога. Он сказал, этот мир не мир получения награды. В этом мире ты страдаешь. В следующем мире, если ты заработаешь, ты будешь отдыхать. Теперь в этом мире каждый человек должен выбрать свою дозу страданий. И ты ее выбираешь. Или ты ее выбираешь через самодисциплину, через развитие, через обучение, через повторение, через спорт. Например, я в воскресенье недельную дозу страданий выбрал. 21 километр пробежал, я последний час, ну нет, последний минут 30, я бежал, страдал. Реально страдал. Тяжело, больно, не хотелось. Хотелось остановиться. Все, я бежал, страдал, молился, страдал. Что это я делаю, чтобы у меня были силы хорошо проводить уроки. То есть я свою дозу страданий недельную выбрал уже в воскресенье. И дальше каждый день я не хочу, я как все нормальные люди, не люблю работать, люблю отдыхать, люблю лежать, люблю смотреть, развлекаться. Это природа человека, это ецарара, это внутреннее животное, которое есть в каждом нормальном человеке. Но я понимаю, что если ты перебираешь в удовольствиях, за все надо платить. То есть в этом мире за все надо платить. Даже Якова Вину, даже святой праведник Якова Вину, Истраэль, когда он уже вот у него все, 12 сыновей, он уже полностью в таком, ну вот именно в расцвете сил. И написано, что он хотел пожить в спокойствии, в шалве, ну то есть шалва это как шалом, шалва, спокойствие. И тут у него начинается, у него следующий этап его жизни. Братья продали Юсефа, пропадает его любимый сын. Он думал, что он погиб, и он не мог уже утешиться, пока он с Юсефом не встретился. Написано, за то, что он хотел посидеть в шалве, ну такое, шалва это блаженство, блаженство, это по умиротворению. Значит, за это на него пришло вот это страдание с Юсефом, потому что нет садик в этом мире, не для того, чтобы отдыхать. Любович Стереба, например, он стоял, ему уже там было 80 лет, и он каждый день прием людей до двух, до трех часов ночи. Он реально был мистер Руднефыш, Равыцкак Зильберт, Зехраноц, Адик Левраха. У него был момент, когда он, у него был инфаркт, но он проводил урок Тора в Ешиве. И ему врачи запретили выходить из дома, и он убежал, был парень, который ему помогал, этот Рафаэм Шаулов. И он потом смотрит, Рав Зильберт сбежал, это победа. И он понял, что он поехал на урок. Он говорит, я подъезжаю к Ешиве Орсамех, и вижу, там была лестница такая на второй этаж. И он ползет просто, он ползет по этой лестнице, он не может идти, он по ней ползет. И он настоял, он пришел на урок, вызвали скорую, его потом он провел урок, его с урока забрали в больницу. Ну то есть, это реальные люди, которые понимают, что этот мир, он не для удовольствия, а этот мир для работы. Но есть люди, которые хотят развлекаться, потом они развлекаются, выбирают свою дозу удовольствия, которую они должны получить. У каждого человека есть его как бы на небе счет, депозит. И у каждого есть положенная ему доза удовольствия, положенная ему доза страданий. Если ты свою дозу удовольствия выбираешь, а дозу страданий не добрал, тебе какая-то идет раздача. Все, поэтому я считаю, что конкретно мы должны отсюда что понять? Что нужно быть как муравей, то есть работать, работать, работать. И с Божьей помощью в том мире получим мы удовольствие от страдания. Радость есть радость от заповеди, она разрешенная, это и есть сама заповедь. То есть, если ты получаешь радость от заповеди, от выполнения митцвы, то что Бог приказал делать, то тогда это и есть сама заповедь, то есть это служение. Поэтому можно без остановки радоваться, выполняя заповеди, изучая Тору. Надо радоваться. Бритмела, заповеданные трапезы, когда обрезание, свадьбы, специально пришел повеселить жениха и невесту. То есть, в принципе, есть в этом мире, можно радоваться, при этом это будет служение Всевышнему. Но при этом надо и работать, надо понимать, что надо работать. Поэтому давайте сейчас напряжемся. Каждый делает три вывода из сегодняшних, то что мы изучили. Три вывода, да? И надо три вывода написать в комментариях, чтобы это осталось у вас. Это как такая работа, да? Что я понял? Это Рамбан писал своему сыну письмо, что когда ты учишь Тору, закрывай книгу и подумай, что из этого ты можешь применять. Что ты из этого применишь в своей жизни. И вот давайте сейчас, что я для себя делаю, какие выводы. Так, давайте сейчас подумаем. Я делаю выводы, что вот в момент, когда лень, нужно обязательно, обязательно в этот момент прямо пружину у себя создать, чтобы что-то делать, причем делать что-то такое религиозное. Да, вот именно, например, можно что-то, у меня, слава богу, есть вся Тора сейчас в телефоне, что-то поучить. Вот эти все моменты пустого времяпрепровождения, можно эти моменты и нужно эти моменты использовать на развитие. Или физическое развитие, аж сделать какое-то упражнение, да, такое напрягающее. Или духовное развитие, или... И надо стараться искать какие-то, вот я для себя делаю вывод, заповеди. То есть в любой момент можно подумать, а какую заповедь я могу сделать сейчас. У меня, кстати, я сейчас вспоминаю, когда-то была такая программа, и выходили напоминалки на экран. И там была у меня одна из напоминалок, какую заповедь можно сделать сейчас. То есть можно, в принципе, если задать себе этот вопрос, в любой момент можно сделать заповедь. Это вот то, что я понял. Давайте, кто что понял, напишите, пожалуйста, будем, мне интересно прочитать, что вы поняли, какая польза есть от урока. Все, дорогие друзья, до завтра. Завтра проводят, завтра пятница. Завтра Итан с Божьей помощью проводит урок. Приходите, друзей, приводите. Заповедь распространения Тора, изучение распространения Тора, это заповедь самое главное. Все, удачи, успехов, пока.